Добрый вечер, дорогие телезрители! Всем привет! Мы поздравляем вас со всеми наступившими и прошедшими праздниками, а также с тем, что семейный квиз 7 на 9 снова на ваших экранах. Традиционно, четверг, 19.30, и с вами мы, семья Никулиных, Гена и Ирина. Мы слишком по вам соскучились, чтобы здороваться еще дольше, поэтому начинаем через 3, 2, 1, поехали! Добрый вечер! Добрый вечер! Мы здесь, из студии, в прямом эфире. Как мы докажем, что прямой эфир? Будем читать комментарии. Будем читать комментарии. Я только что добрался через пробки до студии. Какие еще нужны доказательства, что это прямой эфир? Мы в прямом эфире задаем вопросы. Вы у себя берете все гаджеты, которые есть дома, телефоны, планшеты, ноутбуки. Заходите в официальную группу Девятка ТВ Киров Вконтакте и в раздел сообщения присылаете ответы на наши вопросы. Мы вопросы собираем, подсчитываем баллы и награждаем лучших из лучших лучшими из лучших подарками. 2021 год. С нами встретил наш друг и партнер. Сеть закусочных бутербродных «Донар». И сегодня подарочки от них тоже ждут вас. За что вы сегодня боретесь? Сертификаты номиналами 1000 рублей, 500 рублей и 300 рублей достанутся тем, кто займет сегодня в нашей игре первое, второе и третье место соответственно. Вот с такими красивыми сертификатами вы с большим удовольствием можете покушать в кафе в семейных «Донар». Вот, но перед тем, как мы перейдем к самой игре, нам очень хочется поделиться новостями от нашего партнера и рассказать об их новинках. А им есть чем похвастаться. Например, первая новиночка – это вот такой вкусный и, поверьте мне, очень ароматный «Вок». У меня сейчас на столе представлена более классическая версия. Это с курочкой. Но для тех, кто хочет поэкспериментировать, в меню «Донара» есть также и лапша «Вок» с креветками. Так что обратите внимание, полноценное второе блюдо. Невероятно пахнет. Наконец-то у «Донара» появился «Вок». Да. Также для любителей японской и восточной кухни у «Донара» есть отличные новости. Они приготовили новые роллы и готовы поделиться ими с вами. Новые роллы, а также сеты роллов вы уже сейчас можете заказать по телефону, на сайте или через приложение на себя любимого, либо на целую компанию. Как и пиццы на компанию тоже не надо про это забывать. Ну и наш уже любимый и всеми известный наборчик, который называется «Донарчик». Он для самых юных любителей «Донара», для самых юных наших телезрителей. Он состоит из натурального морса, из чикен-бургера с натуральной котлетой, а также с картошки фри. В общем, все, что любят детки, а также в подарок еще дают вот такой красивый брендированный шарик. Ну, прелесть же, правда? Правда. Если честно, я не понимаю, как мы сейчас будем работать среди такой вкуснотищи. Запахи, ароматы, внешний вид. Все это отвлекает. И еще и жена-то красивая, вообще сосредоточиться невозможно. Но мы попробуем и, пожалуй, начнем. И вы попробуйте. А мы перейдем к первому раунду нашей игры, раунду «Разминка». Раунд «Разминка». Ну, сегодня этот раунд вам поможет вспомнить с прошлого года, что же такое вообще квиз 7 на 9 и как его едят. Будет всего 5 вопросов. У каждого 4 варианта ответов. Один из них правильный. За каждый правильно вы получаете по одному баллу, а на «Подумать» мы даем по 30 секунд. Мы готовы? Мы готовы. Главное, чтобы вы были готовы. А мы начинаем первый вопрос первого раунда. Внимание. Кто автор картины, автопортрет с отрезанным ухом и трубкой? Винсент Ван Гог, Пабло Пикассо, Клод Мане или братья Воснецовы? У вас 30 секунд. Ну, а мы традиционно будем рассуждать на тему вопросов, которые заданы. Все верно. Ну что, ты знаешь правильный ответ? Я, естественно, знаю правильный ответ. Но мне кажется, что любой из этих живописцев мог написать этот автопортрет. Мне кажется, особенно Воснецовы могли в нашем городе вдохновиться на то, чтобы отрезать себе или кому-то другому ухо. Нет, я думаю, что себе, причем после концерта какого-нибудь Сергея Ямшина. Может быть. Сергей, если вы нас смотрите, это шутка. Это шутка. Потрясающее творчество. Тем, чем вы сейчас занимаетесь, занимайтесь дальше, не пойте. К следующему вопросу. Какой из этих ключей не является инструментом? Торцевой, газовый, басовый, басовый и накидной. 30 секунд на размышление. Знаешь, мне всегда интересно рассуждать вместе с девушками на тему инструментов. И часто ты так делаешь, рассуждаешь с какими-то девушками на тему инструментов. На мероприятиях периодически приходится. Да, расскажи, пожалуйста, как ты представляешь себе вот эти разновидности ключей? Ну, например, газовый, наверное, создан для того, чтобы чинить газовую плиту. Точно, точно. Особенно, если она сломается, можно по ней ударить и не вспоминать больше. Нет, это твои методы. Мои методы более такие, скажем так, добрые. Подкрутить что-нибудь где-нибудь, затянуть. Ну, хотя бы ты понимаешь, что ключ для того, чтобы затянуть и подкрутить, а не открывать что-нибудь, да? Да. Хорошо, мы переходим к следующему вопросу. Вопрос номер три. Где находится Эйфелева башня? Марсово поле, Мон-Март, Мон-Март, правильно так, площадь Согласия или Елисейские поля? У вас 30 секунд. Ну что, дорогая, ты мечтаешь поехать во Францию? Да. Давай, вот тебе первый вопрос, чтобы ты прошла вообще отбор на поездку во Францию. Где находится Эйфелева башня? Ну, я точно могу сказать, что не на Красной поляне она находится, да. Где еще? В Париже она находится. Во Франции. Во Франции. Вот, все. В Европе. В Европе. Скоро ли там время-то закончится? В Евразии, да. Все, время истекло. Ура. Хорошо. После того, как ты узнаешь этот правильный ответ, видимо, придется ехать. Придется. Да, но это еще не скоро, как минимум через пол, через 10 минут, через 5 минут. А мы переходим к следующему вопросу. По мотивам произведений какого поэта был создан первый советский кукольный широкоформатный мультфильм «Летающие пролетарии» Николая Глазкова, Ильи Эренбурга, Сергея Есенина или Владимира Маяковского. У вас 30 секунд. Ох уж эти пролетарии. Ох уж эти пролетарии. Фантазеры. Фантазеры. Ну, наверное, фамилия должна быть какая-то такая. Такая сычная. Фантазийная. Типа Глазков. Фантазийная? Эренбург. Фантазийная. Ну да, подходит, подходит. А Есенина и Маяковский не очень фантазийные для тебя. А Есенина и Маяковского мы изучали, а этих я не помню. Да? Ну, как-то же в вопросе они появились. Ладно, ты знаешь, что такие пролетарии? Чуть-чуть. Это субкультура определенная. Это субкультура в нашем детстве были, да? Эмо, готы, панки и пролетарии. Это, то есть, ты такой встречаешь кого-то на районе, да? Слышь, парень, кто? Я пролетарий, взял косу и пошел в поле собирать морковь. Под какую музыку? Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю. А нам пора перейти уже к следующему вопросу раунда. Да, последний вопрос первого раунда. В каком веке жил Александр Суворов? Девятнадцатый, двадцатый, восемнадцатый или пятнадцатый? У вас тридцать секунд. Ну, я думаю, что на этот вопрос наши телезрители ответят достаточно быстро. И пока у вас есть свободное время, мы хотим поделиться с вами отличной новостью. На нашем канале совсем скоро стартует новое реалити-шоу, которое называется «Битва за еду». Нет, не за вот эту вкусную еду, которая у нас на столе. Я сейчас подумала, что мы с тобой перчатки должны достать и начать драться. Нет, это новое кулинарное шоу на нашем канале. Еще раз повторюсь, оно запустится совсем скоро. И чем оно отличается от предыдущих проектов и вообще от других проектов в нашем городе? Беспрецедентным призовым фондом стоимостью более трехста тысяч рублей. Представляете, команда-победитель получит такой огромный призовой фонд. Есть за что побороться. Сам формат реалити-шоу будет невероятно интересным. Мы подготовили кучу испытаний. И самое главное, что ты, ты, наш дорогой телезритель, можешь принять участие в этом реалити-шоу. Тебе нужно лишь найти коллегу, то есть второго участника в команду и прислать нам свою видео-визитку в группу Девятка Товикеров ВКонтакте. Рассказать, какое отношение у тебя к кулинарии, и ты профессионал или просто любитель. И почему именно вы должны участвовать и победить в этом шоу. Мы ждем ваших заявок. Заявки принимаются до конца января. Поверьте, будет жарко. Ух, мы ждем, ждем ваших заявок и начало реалити-шоу «Витва за еду». Поправочка, не надо сейчас это делать. Доиграйте с нами, покушайте подарки от наших партнеров, потом приступайте к съемке видео-визитки. Ну а мы посмотрим правильные ответы на вопросы первого раунда. Итак, по порядку. Первый вопрос. Винсент Ван Гог, именно этот автопортрет с отрезанным ухом и трубкой. Все наверняка помнят эту картину. Если кто не знал, еще и узнали автора прямо сейчас. Вопрос номер два. Правильный ответ. Басовый ключ. Вот так. Он для музыкальных инструментов. Хорошо. А все остальное для того, чтобы гаечки подкручивать. Вопрос номер три. Марсово поле. Что, я все знаю. Я теперь знаю. Все, поздно. Предложение было сделано. Предложение срок истек. Вопрос номер четыре. Правильный ответ. Владимир Маяковский стал автором этого произведения. Вопрос номер пять. Восемнадцатый век. Именно тогда жил Александр Суворов. Ну, а мы идем дальше. Ну, и следующий раунд. Я надеюсь, что вы к нему уже подготовились и морально, и кто-то, может быть, физически. Это раунд «Где логика». Раунд «Где логика». Тот тур, который готовит полностью самостоятельно мой муж и его логика. Да, она у него есть. Не спорьте, доказано уже большим количеством выпусков. В этом туре будет пять вопросов. Каждым с помощью картинок, фотографий, изображений. Геннадий загадал что-то. Строчку из стихотворения, название песни, строчку из песни. Название произведения или что-то другое. Вам нужно будет за сорок пять секунд справиться с его логикой и разгадать загадку. Ой, наверное, люди самые-самые продуманные и прошаренные. Все новогодние праздники готовились, пересматривали предыдущие выпуски и готовились к этому. Как ты думаешь? Возможно. А возможно и нет. Возможно, в этот раз победит моя логика. Поехали. Сразу же к вопросам. Первая подборка картинок на экране. Нужно понять, что за изречение здесь загадано. У вас сорок пять секунд. Ну что, дорогая, рассуждай. Рассуждай. Ну давай, я попробую побороться с твоей логикой. По-моему, на первой картинке изображен писатель. Писатель. Эдгар. Эдгар. Аллан. Алан. Аллан. С интересной фамилией. С интереснейшей фамилией. Это же однофамилец Телепузика. Однофамилец Телепузика. Единственный в мире однофамилец Телепузика. Ну может быть существует еще, но я знаю исключительно одного. Ну знаешь, так как... Эдгар Аллан Тинки Винки. Эдгар Аллан Тинки Винки. Так как в прошлом году детей новорожденных начали ковидами называть. Возможно, и в честь телепузиков. Все стали забывать про телепузиков. Нужно напоминать про них. Вторая программа. Это сам себе режиссер. Это программа, которая была до Ютуба. Про родителей Ютуба. Клипы, которые не попали в эфир, они просто организовали Ютуб. Но дальше это люди в черном. И судья. Такой я тут ни при чем. Я не буду придумывать даже ответов и вариантов. Мы пойдем дальше лучше. Посмотрим подборку картинок номер 2. Строчку из сказки нужно тут отгадать. За 45 секунд традиционно. Для тех, кто нас смотрит впервые, мы напоминаем, что это Ирина. Да, вы ее многие узнали. А если изображена Ирина, то это обозначает, что здесь замена слова она, ее, ты, тебе. Ну и другие производные. Если фотография моя, то это обозначает я, мой, мое. Но это тут не важно. Это тут не важно. Я отгадала эту строчку. Так. Кот, ты, конь. Кот, ты, конь. Я объясню. У нас за новогодние праздники в семье случилось пополнение. Мы завели коня. Котенка. Мы завели коня. Да, на кухне живет теперь. Мы завели котенка. У нас была слишком большая кухня, поэтому мы завели коня. И вот эта фраза кот, ты, конь. Она очень часто теперь звучит в нашем сказочном доме. Сказочный мир, да? Хорошо. Принято. Принято. Мы идем дальше. Третий вопрос. Третья подборка картинок. Поговорку нужно отгадать. И у вас 45 секунд на это. Давайте рассуждать. Моя любимая жена. Так. Я тут зачиталась комментариями. Их много? Ну, есть немножечко. Так. Тут, значит, у нас что? Коза. Коза. И семеро козлят. И семеро козлят. Это сказка прекрасная. На второй фотографии это актер. Я думаю, что вот в новогодние праздники сто процентов все смотрели с ним самый знаменитый фильм. Мы наконец-то пересмотрели этот фильм с Ромочем. Ребенком, да, с Ромой. Рома, привет, если ты нас сейчас смотришь. Вот. Помнишь вот этого дядю? Да, это вот он один дом остался. Ну, и третья картинка это какой-то, по-моему, мой ночной кошмар. Это напоминание. Привет из прошлого. Это отсылка. В каждую игру я вставляю отсылку, напоминая, что ты училась в сельхозе. Угу. Вспоминай то, что и откуда я тебя забрал. Вот если я ночью вдруг проснусь в холодном поту и буду кричать «Нет!» Знаешь, что мне приснился? Сельхозакадемия приснилась. И вот этот вот агитационный плакат «Полевые работы не ждут». Не ждут. Ладно, мы движемся дальше. Впереди четвертая подборка картинок. Внимание на экран. Название фильма здесь нужно отгадать. И у вас на это 45 секунд. Давай рассуждать. Давай. Это Джим Керри. Это Джим Керри. И его какая-то, наверное, очередная очень известная роль. Его роль в фильме «Бэтмен». «Бэтмен». Хорошо. Дальше это... Телеканал. Логотип телеканала. Исторический телеканал. Исторический телеканал. Дальше денюжки. Денюжки. 100 баков. Мужчина одинаковый на всех трех денежках изображен. Помните, как зовут мужчину? Ну, все помнят, как мужчину зовут? Ты вот прям так подсказываешь, да? Я не подсказываю, я просто спрашиваю. В лоб. А я подсказываю, да? То есть я дощупала что-то, да, сейчас? Очень подсказала. Так, и что? И хлеб. И хлеб. Нарезной. Нарезной. Всему голова. Вот этот хлеб, мне кажется, что очень может стать донаром. Запросто. Прешив донаром. Если взять несколько котлеток, да, из чикенбургеров, из донарчиков. Если взять для начала нормальный хлеб, потому что только лучшие продукты попадают в донар. Ой, ну ладно, хорошо, соглашусь. Так вот. А мы переходим к пятому вопросу. Так от тебя ничего не добился. Никакого ответа. Строчку из песни нужно отгадать, глядя на эту подборку. Картинах 45 секунд. Пошли. Первая картинка. Ну, слушай, что-то тоже опять вкусное. Очень. Не, не такое вкусное. Это блюдо мексиканской кухни. Да. Про него недавно еще песню пели. Така-така-така-така-така-така-така. Нет, нету. Какую? А ты вот не подсказываешь прям, да? Нет. Там было так. Буррито, буррито. Помнишь? Нет, не помню. Ну, давайте вспоминайте. Буррито, буррито. Потом девчонки. Ладно, хорошо, перейдем к следующей картинке. И что? Звездное небо. Звездное. Вспоминайте песню. Буррито, буррито. Может быть, чуть-чуть помогу сегодня нашим зрителям. Давай песню спой. Какую? Вот эту? Вот эту вот, которая загадана. Небуррито. Небуррито. Сеньорито. Сеньорито. Ун моменто. Ун моменто. Ладно, хорошо. Хорошо. Принят ваш вариант ответа. Ну, а мы посмотрим, наверное, правильные ответы на вопросы. Ой, я думаю, что их все ждут. В том числе и я. Давайте по порядку. Итак, подборка первых картинок. И по себе людей не судят. Это Эдгар Аллан По. Сам себе режиссер. Люди в черном. И судья, который вроде как не судит. По себе людей не судят. Все логично. Вопрос номер два. Тепло ли тебе красная? Строчка из сказки. Ой, актуальный очень вопрос в последние дни. Актуальный очень вопрос. Вопрос номер три. Семеро одного не ждут. Тут Макалей Калкин и его единственная роль, которая принесла ему успех «Один дом». Вопрос номер четыре. И четвертая подборка картинок. Загадочная история Бенджамина Баттона. Баттон тут не зря был указан, как и персонаж-загадочник из киновселенной «Бэтмен». Вопрос номер пять. Такие девушки, как звезды. Песню-то ты сейчас споешь про тако. Да. Такос, такос, такос. Буритто, буритто. Мне кажется, я не попала сейчас в его одну ноту. Мне кажется, нет такой песни просто. Да как нет, есть. Главное, что мы сыграли в этот раунд. И все большие молодцы. Но ты сегодня не пощадил, мне кажется, наших телезрителей. Ты сразу прям начал, ну такой прям уровень, планочку задал для игр. Но было интересно, мне понравилась твоя логика. А мы, нам пора уже перейти к следующему раунду игры, раунду Телеблиц. Но перед этим предлагаем посмотреть один маленький рекламный ролик. Не переключайтесь. Привет, дорогие подписчики. Сейчас мы будем готовить ужин. Берем вкусную булку, обжаренную на огне мясо, помидорку, огурчик. Соус майонез. Немного зелени. Немного подождать и ужин готов. Телеблиц. Раунд Телеблиц. Но я вернусь еще к идеологике немножко, простите. Я вроде сказала, что так было сложно, а я вот сейчас смотрю ответы. Есть те, кто ответил на пять из пяти в предыдущем раунде. Представляете? Я же тебе говорил. Я же тебе говорил. Это должно вас мотивировать. Это должно было рано или поздно случиться. Да, это должно вас зарядить на следующий раунд. Раунд Телеблиц, в котором будет 10 вопросов. И вы за весь раунд сможете получить более 10 баллов. И догнать тех, кто был, может быть, чуть более логичнее вас. Итак, все вопросы раунда Телеблиц связаны одной темой. И на подумать мы даем над каждым вопросом по 30 секунд. Тему озвучишь сегодняшнюю? Естественно. Тема была навеяна неожиданными морозами. Ведь зимой морозы у нас перестали ожидать, да, вот с некоторого времени. А в этом году нам еще и заявили, что к 20 числу до минус 50 будет в области. Поэтому мы сделали что? Мы заглянули в календарь примет. И именно на основе различных разноплановых примет составлен раунд Телеблиц. Приметы вспомним, повторим или узнаем новые. 10 вопросов начнутся прямо сейчас. Итак, первая примета и первый вопрос. Холодный январь, согласно народной примете, обещает жаркий сухой июль. Но плохой урожай их, что в принципе очень логично. Плохой урожай чего ждать нам этой осенью? 30 секунд у вас. А я хочу пока зачитать комментарии. Юля Бучнева и Марина Ложкина очень радуются в комментариях, что квиз вернулся. И девушке это очень взаимно, потому что мы тоже по вам скучали. А еще прилетел вопрос. Будет ли в 2021 году тур по Сереже Лазареву? По Сереже Лазареву? Как-то мы уже пытались эту тему продвинуть в Телеблиц, но я помню, что тогда этот комментарий не набрал достаточное количество лайков. Устроим опять такую, да? Если вот этот вот комментарий под постом сейчас наберет сколько? 10 лайков. Нет, 25. 27. 27. 27 лайков. То мы когда-нибудь сделаем тур Блиц по Сергею Лазареву. А если он наберет 10 лайков, то мы полтура сделаем. Нет. Один вопрос максимум. Давайте вопрос по следующей примете. Нам не до Сережи Лазарева немножко с нашей холодищей аномальной. Давайте вопрос номер 2. Известная примета объясняется началом полевых работ и истощением зимних запасов провианта. Напишите два созвучных слова, которые фигурируют в этой примете. У вас 30 секунд. Мне кажется, что это самая популярная примета. И мы с тобой ее слышали. Слышу каждый год. Каждый год. Так как я занимаюсь проведением свадеб, каждый год это слышу. Каждый год. И мне кажется, что эту фразу слышал каждый из вас и не по разу. И ничего страшного. Женятся люди и счастливо живут. И ничего страшного. Ничего страшного. Тау-тау-тау-тау. Да, вот так вот. А в принципе вот эти полевые работы. Опять про полевые работы. Ты еще издеваешься надо мной, что ли? Нет, я лишь намекаю на то, откуда я тебя забрал. Благодаря мне. Полей. Не экономист где-нибудь в колхозе Красная Заря, а вот здесь на телеканале. Слушай, ну так-то тоже неплохо быть экономистом в село Красная Заря. Я вот, между прочим, в аналогичном предприятии проходила практику. И мне очень понравилось. Вот судьба отвернула меня. Но, вы знаете, я иногда думаю, что все могло бы быть иначе. Какая-то грустная паула. Давай перейдем дальше. Ладно, перейдем дальше. Третий вопрос. Итак, что мы скрыли от вас на картинке? 30 секунд пошли. Ну, а мы немножко, наверное, намекнем. Тут, наверное, какой-нибудь юмор должен быть, да? Естественно, к морозу, к оттепеле, а там воробьев летящих. Или мяч футбольный, да, мы закрасили, хочешь сказать. Ну да. Или что, или бумеранг, возможно. Не знаю, сокола. Сокола. Или вот вороны смотрят на то, как, что, индейцы из лука стрелами стреляют. Может быть, масляницу сжигают. А стрелы тут при чём? Не знаю. Ладно, тут приметы на самом деле. К чему? Стрелочки. К чему? Стрелочки. Переходим к следующему вопросу. Вопрос номер 4. Расставьте эти приметы, в которые верят путешественники перед дальней дорогой по популярности. Подержаться за угол стола, присесть на дорожку, не летать в понедельник и пятницу, избежать встречи с женщинами с пустым ведром, ничего не зашивать перед выездом. 30 секунд пошло. Даже чуть-чуть побольше мы дадим времени, и сейчас объясним снова. Итак, 5 примет. Вам нужно их расставить по порядку. Это официальный рейтинг. Мы его посмотрели на одном сайте. На первом месте у вас должна быть самая популярная примета, а на пятом месте самая непопулярная. Подумайте, поспрашивайте свою семью, что из этих примет вы знаете. И за каждый правильный ответ, то есть попадание приметы в то самое правильное место, вы получаете по полбала. То есть итого за один вопрос вы можете получить 2,5 балла. В принципе, тут можно серьезно догадаться логикой, ну и даже просто угадать, или дело случая, везение вам поможет. Я думаю, счастливые люди есть, которые вообще эти приметы не знают. Может быть. Сейчас просто сидят и смотрят. Ну вот я лично всегда присаживаюсь на дорожку, ну мы когда ездим в путешествие с семьей, однозначно. Потому что стоя ехать неудобно. На дорожку. У нас даже есть собачка такая вот около вокзала, присесть на дорожку. Ладно, пошутить пытался ты не понимаешь. Летать перед выездом, я тоже знаю такую примету. А вот, например, не летать в понедельник или в пятницу, я лично первый раз такое услышала. Не знаю. А может быть, дешевле авиабилеты в эти дни просто нет? Да, и поэтому невыгодно летать, и поэтому эту примету придумали эти... Авиаперелетчики. Ладно, я думаю, что мы достаточно много времени дали нашим телезрителям, чтобы они успели написать. Мы переходим к вопросу номер 5 вместе с вами. Итак, на этом демотиваторе мы закрыли пояснение, почему эта примета считается плохой. Попробуйте догадаться и вы. 30 секунд пошли. Жениться, плохая примета, и там пояснение какое-то. Ну, слушай, сегодня мы прям хотим прокачать юмор наших телезрителей, да, чтобы они покреативили. До этого не прокачивали. Ну, слушай, в принципе, я просто знаю ответ. И я могу сказать, что сверху могла бы быть надпись «Новогодние праздники». День рождения. Да, да, да. В принципе, тоже подходит. Какое-то другое... Пятница. Да, да. Просто пятница. Отпуск. Дали зарплату, да? Любой праздник подходит, ты считаешь? Ну, большинство. По крайней мере, с нашим, с твоим жизненным подходом точно. Ладно, вопрос номер шесть. Мы переходим к нему. В 2006 году съемки пятого фильма о Гарри Поттере прервались на месяц, что обошлось компанией Warner Brothers в 5 миллионов долларов. Причиной этому послужило то, что Дэниелу Рэдклиффу и Эмми Уотсону нужно было сделать это. По одной примете считается, что, чтобы успеть сделать это, успешно сделать это, необходимо пройти в метро через пятый турникет. Что мы заменили словами «сделать это»? 30 секунд у вас. У тебя какая примета была, чтобы сделать это? Никакой. Никакой? Нет. Ты серьезно? Отличницы. Я просто никогда ничего не учил, поэтому примет было куча, ни одна не работала. Ну так, да, пятачок, да, подкладывать. Да. По-моему, уже подсказали, да? Очень сильно. Ты, по-моему, вообще решил прям очень сильно помочь. Я что-то разоткровенничался, да? Действительно. Ну, тогда подождем. Три, два, один. Давайте к следующему вопросу. Вопрос номер семь. Согласно историку Брауну, греческий язык из семитских, в числе ранних заимствованных вместе, с несколькими названиями тканей проникло название этого животного. На сайте, посвященном народным приметам, говорится, что встреча с этим животным предвещает незапланированные расходы. Назовите этого животное. Назовите это животное. У вас 30 секунд. Ну, слушай, мне кажется, что надо подсказать, что это не совсем животное. Ну так вот, если честно. Ну, это же животное. Да, я тут, если честно, немножко погрузилась в комментарии, опять уж вы меня, простите. По Марвелу просят, и по Гарри Поттеру, кстати, тематические туры. Телеблица. Если эти комментарии наберут... Сколько? 800 лайков. Мы, на самом деле, тоже очень любим эти темы, как и Гарри Поттера, так и Марвелу. Давайте, дорогие друзья, знаете, что сделаем? Следующая игра будет посвящена... Вот, Телеблиц будет посвящен каждый вопрос, тема, которую вы предлагаете. Один вопрос по Сергею Лазареву, один по Гарри Поттеру, один по Марвелу, один что-нибудь тебе тоже достанется. Спасибо. Посихоскультурам, пожалуйста. Эх, тряхнем стариной. Договорились? Вы согласны? Напишите в комментариях, а мы перейдем к восьмому вопросу. Карикатура называется «Хуже быть не может». Попробуйте дописать фразу второго персонажа. 30 секунд пошло. Ну и опять немножко юмористическая картинка. Юмористы, не немножечко, это очень сатира. Да? Да. Ну тут что, давай, муж чем-то. На самом деле это очень грустная картинка. Почему? И вот я посмотрю, ну прямо грустно, вот прямо безысходность. Другое дело, что это за люди. Ты посмотри, какой тут послушный кот. Нам бы такого хозяйственного, послушного. Кот натоптал. Натоптал. Кот натоптал, ушел за границу еще, ты посмотри. Ну ладно, ладно. Разве это послушный кот? Да. И еще неизвестно, что он там несет в ведрах. Может, он вещи стащил. Может быть. Может быть. А может быть, перейдем до дальше. Вопрос номер 9, мы переходим к нему. В странах Северной Европы издавна существовала примета, если на 32-й день после Рождества солнечно, будет две зимы. Эта примета в несколько измененном виде нашла отражение в знаменитом произведении 1993 года. Назовите это произведение. У вас 30 секунд. Две зимы, говоришь? Две зимы, говоришь. А такое вообще возможно? Ну, это метафора своеобразная. То есть это обозначает то, что зима продолжится еще какое-то время. Ну, у нас, мне кажется, что каждую весну две зимы. У нас в России вообще каждое лето две зимы. Зимой и летом. Зимой и летом. И это нам еще с вами, дорогие кировчане, повезло. Потому что в районах посеверней... Там еще поинтереснее. Там еще поинтереснее. Там один месяц лета всего есть. И то не факт, что есть. Вопрос номер 10. Давайте перейдем к нему. В 1994 году в неком городе появилась новая примета. Если брошенная на пьедестал памятника этому любителю горячительного монетка не упадет в воду, а удержится на памятнике, то вас ждет большая удача. Внимание, вопрос. В каком городе появилась эта примета? 30 секунд. Ну все, монетка у меня есть. Знания этого города у меня есть. Монетка у тебя есть? Если у тебя есть монетка, ты идешь в автомат и пытаешься игрушку достать. Это уже проверенное. И вот ты бы вряд ли стал... И давай скажем, у меня, между прочим, иногда получается... Вот такую розовую пантеру она однажды достала. Да. Да. И все. И все. Это было полгода назад. Ну ничего, я все еще стараюсь упадать. Так, подожди, ты говорил мне опять очередного путешествия, ты меня отвел. Ну вот как так? Вот так. А мы давай перейдем, лучше, скорее к ответам, потому что раунд телеблиц... Правильные ответы на вопросы раунда телеблиц. Да, и игра, в общем-то, наша тоже подошла к концу. С чем мы вас и поздравляем? Первая в этом году игра, и вы большие молодцы, и мы большие молодцы. И ребята вот там за камерами тоже молодцы. Мы переходим к правильным ответам по порядку. Поехали. Итак, грибов не будет, если январь очень холодный, значит июль очень жаркий и сухой, и значит урожая грибов не будет. Вопрос номер два. Что же за примета май и мается? Хотя мы еще раз говорим, все это ерунда. Но если ваши родители настаивают на то, что надо садить картофель, посадите и потом жнитесь. Вопрос номер три. К ветру. Там очень маленькая надпись, но там написано к ветру. Да, вороны посередине, когда птицы посередине дерева находятся, это к ветру. Значит, на земле это к потеплению, наверху это к заморскому. Вопрос номер четыре. Итак, данные 360-tv.ru. Это официальная данная, официальный источник и официально проводился соцсопров. Присесть на дорожку первое место, ничего не зашивать. Второе. Избежать встречи с женщиной с пустым ведром. Это очень сложно. Третье. Сейчас все сложнее это сделать. Но если уж вы встретили женщину с пустым ведром, извините, 100% будет несчастье. Потому что, ну, сейчас нет просто таких женщин. Четвертое и пятое место на экране. Мы же переходим к пятому вопросу. Денег не будет. Не будет. Жениться плохая примета. Денег не будет. Да? Подтвердай. Как Ирина и говорила, любое слово сюда подставь и денег не будет. Купил квартиру, денег не будет. Завел ребенка, не будет. Вопрос номер шесть. Сдавать экзамены именно такая традиция, такая традиция и такое важное событие в жизни актеров Гарри Поттера произошло однажды, когда снималась пятая часть. Вопрос номер семь. Моль именно это животное увидеть в потере денег. И очень логичная примета. Если в шкафу займелось моль, значит придется какую-то сумму потратить на то, чтобы купить новую шубу. У нас, слава богу, шубы нет, поэтому нам моль не страшна. Вопрос номер восемь. Битое зеркало. Очень плохой день, я напомню, был у этих граждан. Вопрос номер девять. И правильный ответ – день сурка. Именно этот фильм снят по мотивам приметы. Когда сурок вылазит из своей норы, если не видит тень, то, извините, до свидания. Лето. Вопрос номер десять. Санкт-Петербург. А речь идет о маленькой, самой маленькой статуе Чижика-Пыжика. Все, друзья, игра сыграна. Вы большие молодцы. Ну, в общем-то, мы тоже. Для первой игры после Нового года очень, по мне кажется, все было бодренько. Очень свежо выглядим. Да, между прочим, у нас было несколько дней на то, чтобы привести себя в порядок. Мы хотим напомнить про то, за что же вы сегодня боролись. У нас есть невероятно классные сертификаты в семейное кафе «Донар». Номиналом тысяча рублей его получит тот, кто займет первое место. Вот он. Я немножко перепутала. Вот он. А второе место получит сертификат номиналом пятьсот рублей. И сертификат номиналом триста рублей получит бронзовый призер нашей сегодняшней игры. Также не забывайте, что у «Донара» очень много появилось новинок. Мы знаем, что наши телезрители любят к квизу каждый четверг заказывать какую-то вкусную еду. Поэтому, пожалуйста, вы посмотрите, тут выбор велик для каждого найдется, для каждого искусителя. Вот. Ну, а мы совсем скоро подведем итоги нашей игры. Их опубликуем в нашей группе «Девятка Трекера» ВКонтакте. Следите за итогом игры и увидимся в следующий четверг. С вами было очень приятно повидаться еще раз с наступившим 2021 годом. Ну, а сегодня мы прощаемся с вами. Вы большие молодцы. Ирина молодец. Я молодец. Пока-пока. Все молодцы. Пока-пока. Благодарим за поддержку. Сеть закусочных бутербродных «Донар». Приглашаем за покупками на Центральный и Октябрь.